Существо, убившее гигантского мегалодона, возможно, все еще живет в наших океанах. В течение 20 миллионов лет в Мировом океане обитала чудовищная акула по имени мегалодон. Затем внезапно, без объяснения причин, 18-метровый суперхищник исчез, заставив тысячи ученых биться над разгадкой этого исчезновения. Это пикантный кусочек древней истории, вдохновивший на создание множества книг, документальных фильмов и блокбастеров. Некоторым из них нравится воображать, что этот кровавый, жаждущий смерти монстр все еще жив сегодня, скрываясь где-то там, в таинственной глубине. Но так ли это? И каким на самом деле был мегалодон? Помимо того, что мегалодон был самой большой рыбой в мире, он мог быть самым крупным морским хищником из когда-либо существовавших. Базилозавриды и эмплиозавры, возможно, были такими же большими. Он охотился на рыбу усатых китов, зубатых китов, таких как предковые формы современных кашелотов, дельфинов и косаток, сирен, таких как дюгони и ламантины, и тюленей. Молодые, вероятно, искали более мелкую добычу, в то время как взрослые охотились на более крупных китов. Чтобы поймать добычу размером с кита, мегалодон должен был иметь возможность широко открывать пасть. По оценкам, его челюсть открывается на 2,7-3,4 метра в ширину, что вполне достаточно для того, чтобы проглотить двух взрослых людей бок о бок. Эти челюсти были покрыты 276 зубами. Исследования, реконструирующие силу укуса акулы, показывают, что это, возможно, был один из самых могущественных хищников, когда-либо существовавших. У людей была измерена сила укуса, что составляет около 1317 ньютонов, в то время как большие белые акулы могут укусить силой 18216 ньютонов. Исследователи подсчитали, что мегалодон мог укусить силой от 108 514 до 182 201 ньютона. У зрелых мегалодонов, вероятно, не было хищников. Но недавно родившиеся молодые особи могли быть уязвимы для других крупных хищных акул, таких как большая акула-молот, чьи ареалы, как полагают, пересекались с мегалодоном. Впервые мегалодон был описан в 1835 году американским натуралистом, геологом и учителем, родившимся в Швейцарии, Луи Агасисом, назвавшим вид Кархарадон мегалодоном. Под этим научным названием мегалодон был известен до конца 1990-х годов, когда растущая группа ученых отнесла его к ряду Кархарокулс. Хотя некоторые палеонтологи утверждают, что мегалодон и современные белые акулы эволюционировали в рамках одной и той же линии, другие относят мегалодона к линии происхождения мегалодоновых акул, происхождение которых восходит к меловому периоду. На большинстве реконструкций мегалодон выглядит как огромная большая белая акула, но сейчас это считается неверным. Мегалодон, вероятно, имел гораздо более короткий нос или рострум по сравнению с большим белым с более плоской и почти раздавленной челюстью. Как и у синей акулы, у него были очень длинные грудные плавники, чтобы выдерживать его вес и размер. Самый старый окончательный предок мегалодона – акула Отодус абликус, возрастом 55 миллионов лет, которая выросла примерно до 10 метров в длину. Но считается, что эволюционная история этой акулы восходит к критоламна аппендикулята, возраст которой составляет 105 миллионов лет, что делает линию мегалодонов старше 100 миллионов лет. По мере того, как мы находили все больше и больше окаменелостей, мы поняли, что предок большой белой акулы жил рядом с мегалодоном. Некоторые ученые думают, что они могли даже соревноваться друг с другом, говорит Эмма Бернард. Мегалодон был адаптирован к теплым тропическим и субтропическим местам по всему миру. Этот вид был настолько широко распространен, что зубы мегалодона были обнаружены на всех континентах, кроме Антарктиды. «Мы можем найти много их зубов у восточного побережья Северной Америки, вдоль побережья и на дне ручьев и рек Северной Каролины, Южной Каролины и Флориды», объясняет Эмма Бернард. Это, вероятно, отчасти связано с возрастом пород, но также и с тем, что их можно легко найти на морском дне, что позволяет коллекционерам заниматься нырянием за ними. Они также довольно распространены у побережья Марокко и в некоторых частях Австралии. Их даже можно найти в Великобритании, недалеко от Уолтона-он-Нейс, Эссекс, хотя в Великобритании они очень редкие и, как правило, низкого качества. Географическое распространение мегалодона расширялось на протяжении миоцена, но сократилось в плеоцене по мере сокращения популяции. Первоначально ученые думали, что снижение было связано с колебанием температуры океана, что было связанным с изменением климата, возможно, вызванными закрытием морского пути, разделяющего Северную Америку и Южную Америку около трех миллионов лет назад. Оно отклонило океанские течения и вызвало другие изменения в циркуляции океана. К 2016 году исследования показали, что географическое распространение мегалодонов не увеличивалось заметно в теплые периоды и незаметно снижалось в холодные, что, в свою очередь, предполагало, что вымирание вида не зависело только от климатических изменений. Но есть одно «но». Ранее считалось, что мегалодон вымер к концу плеоцена 2,6 миллиона лет назад, когда планета вступила в фазу глобального похолодания. Точно неизвестно, когда умер последний мегалодон, но новые данные свидетельствуют о том, что это было не менее 3,6 миллиона лет назад. Ученые считают, что до трети всех крупных морских животных, в том числе 43% черепах и 35% морских птиц, вымерли из-за снижения температуры и уменьшения количества организмов в основе пищевой цепи, что привело к столкновению видов. Похолодание планеты могло способствовать вымиранию мегалодона разными способами. Поскольку взрослые акулы зависели от тропических вод, падение температуры океана, вероятно, привело к значительной потере среды обитания. Это также могло привести к вымиранию добычи мегалодона или адаптации к более прохладным водам и перемещению туда, куда акулы не могли следовать. Считается, что мегалодон рождал детенышей недалеко от берега. Эти неглубокие прибрежные воды могли служить рассадником для малышей, защищая их от хищников, которые прятались в открытой воде, таких как более крупные зубастые киты. Когда на полюсах образовался лед и упал уровень морей, эти поляны были бы уничтожены. Еще одной причиной, как считают ученые, могли стать родственники мегалодона. Большие белые акулы впервые появились на Земле около 6 миллионов лет назад. И сначала они были ограничены Тихим океаном. Но всего 2 миллиона лет, и эти хищники успешно распространились по всему миру. Путешествуя из океана в океан, исследователи полагают, что большие белые акулы могли вторгнуться на территорию мегалодона, обогнав молодых особей в еде. Когда конкуренция становится действительно ожесточенной, борьба за выживание превращается в игру с нулевой суммой. Когда количество доступной добычи начало сокращаться, белые акулы, похоже, вышли на первое место. «Мы предполагаем, что этот короткий период, 3,6-4 миллиона лет назад, был достаточным временем для того, чтобы большие белые акулы распространились по всему миру и вытеснили мегалодона во всем своем ареале, приведя его к вымиранию, а не радиации из космоса», говорит известный ученый Бессенеке. Гипотеза интригует, но дебаты по поводу исчезновения мегалодона вряд ли на этом закончатся. Эксперт по древним акулам сказал National Geographic, что не уверен, что только один вид может вызвать такое сокращение. Вместо этого он предполагает, что авторы, возможно, не обратили внимания на других виновников, таких как современная тигровая акула, которая также имела территорию, аналогичную ювенильному мегалодону. Но мог ли мегалодон все еще существовать? Среди мегафанатиков распространена теория о том, что эти существа все еще прячутся в неизведанных глубинах Мирового океана. Там они молча размышляют, выжидая своего часа, пока не наткнутся на неудачную подводную лодку. Но, к счастью или к сожалению, это не так. Он определенно не живет в глубоких океанах, несмотря на то, что канал Discovery говорил о такой возможности. Если бы в океанах все еще обитало такое большое животное, как мегалодон, мы бы об этом знали, утверждают многие ученые. Акулы оставят явные следы укусов на других крупных морских животных, а их огромные зубы будут продолжать засорять дно океана десятками тысяч. Не говоря уже о том, что мегалодон, обитающий в теплой воде, не сможет выжить в холодных водах глубин, где у него будет больше шансов остаться незамеченным. Так что же уничтожило этого гиганта? Немногие знают, что существуют животные, которые жили на Земле еще со времен динозавров. Почему динозавры вымерли, а эти животные до сих пор живут на нашей планете? Большинство из них почти не изменились, хотя прошли уже сотни миллионов лет. Давайте узнаем побольше об этих 15 древних существах. Поехали! Медузы. По примерным подсчетам ученых, медузы жили на нашей планете еще 600 миллионов лет назад. Продолжительность жизни медуз совсем невелика – около года. Это и неудивительно, ведь ими не прочь полакомятся многие рыбы. Ученым известно более 200 видов медуз, а самая большая по размеру медуза, которую удалось поймать человеку, была в диаметре более двух метров. У медуз отсутствует мозг, поэтому ученые по сей день в поисках ответа, как же эти существа воспринимают нервные импульсы от зрительных органов. Наутилусы. Наутилусы принадлежат к роду головоногих моллюсков, жизнь которых зародилась на нашей планете около 500 миллионов лет назад. Раковина моллюска разделена на несколько камер, в одной из которых живет моллюск. Другие он использует, чтобы опускаться на глубину или всплывать. Для этого наутилусы либо наполняют биогазом или водой камеры, либо откачивают их. В диаметре наутилусы достигают до 25 сантиметров, в среднем диаметр моллюсков составляет от 10 до 14 сантиметров. Самки наутилуса меньше по размерам, чем самцы. Эти моллюски считаются падальщиками. Их удивительная особенность заключается в том, что они довольно долго могут прожить без пищи или питаясь всего раз в месяц. Мечехвосты Мечехвосты живут на планете более 450 миллионов лет. Своё название животные получили из-за длинного хвостового шипа в форме меча, который находится на заднем конце тела. Существует 4 современных вида мечехвоста, а 70 принадлежат к ископаемым. Эти членистоногие могут вырастать до 60 сантиметров в длину. Продолжительность жизни мечехвоста впечатляет. Они живут до 20 лет. Мечехвосты выглядят примерно так же, как и многие столетия назад. Самое интересное, что кровь у этих существ голубого цвета. Это происходит из-за того, что у мечехвостов в крови много меди, в то время как наша кровь насыщена железом и имеет красный цвет. Кровь мечехвостов применяют в медицине. Она вступает в реакцию с микробами и затем появляются сгустки. Именно поэтому из крови этих животных делают реактив, позволяющий определить, насколько лекарство чистое. Латимерия. Это существо одно из живых ископаемых. Появились латимерии на Земле около 400 миллионов лет назад и особо не изменились с того времени. Ученым сегодня известно два вида этих животных. Одни обитают у побережья Африки, другие рядом с Индонезией. До середины прошлого столетия эти существа считались давно вымершими. Это сине-серая рыба с крупными светлыми пятнами. Самки крупнее самцов. Вырастают до 190 сантиметров. Самцы – до 150. Весит латимерии в среднем от 50 до 90 килограммов. Питаются они мелкой рыбой и моллюсками. Сегодня латимерии на грани полного исчезновения, поэтому их вылов запрещен. Неопелины. Неопелины прекрасно живут на нашей планете уже более 400 миллионов лет. Этих глубоководных моллюсков класса моноплокофор можно встретить во многих океанах на глубине до 6,5 тысяч метров. Длина раковины этих моллюсков может достигать 37 миллиметров. Неопелины не изменились еще со времен динозавров. Акулы. Так как и неопилы и латимерии, акулы живут на нашей планете более 400 миллионов лет. Эти удивительные и уникальные существа не перестают удивлять ученых всего мира. Самые гигантские акулы вырастают до 18 метров, а их зубы растут и сменяются всю их жизнь. Как на конвейере. Не хотелось бы встретиться с этим хищником, особенно зная, что у них потрясающий нюх. Они чувствуют запах крови за пару сотен метров. Белая акула использует 14% своего мозга для обработки обонятельной информации. В среднем акулы живут 20-30 лет, а пятнистая колючая акула живет до 100 лет. Существует около 526 видов акул. Вы знали, что акулы почти не ощущают боли? Их тело научилось вырабатывать вещество, притупляющее любую боль. А еще акулы способны отключить часть мозга в случае малого количества кислорода, чтобы тратить меньшее количество энергии. Эти животные способны даже регулировать уровень соли в воде, а зрение у них намного лучше, чем у котов. Даже в мутной воде акула сможет увидеть свою жертву на расстоянии до 15 метров. Тараканы Тараканы живут на Земле уже больше 340 миллионов лет. Эти выносливые существа смогли выжить в самые опасные времена для Земли. Это и неудивительно, ведь они могут прожить недолго даже без головы, дыша при этом клетками своего организма. Тараканы очень быстрые и могут за секунду пробежать до 75 сантиметров. Они выдерживают огромные дозы радиационного излучения, такие, при которых человек давно бы погиб. Без воды тараканы способны прожить около недели, а без еды – до месяца. Еще одна удивительная способность самки таракана – она может некоторое время сохранять семя самца, а потом сама себя оплодотворить. Ученым известно практически 500 видов тараканов, и только 30 из них являются опасными для человека. На всех континентах, кроме Антарктиды, можно встретить этих существ. Крокодилы Более 250 миллионов лет назад на Земле появились крокодилы. Изначально они обитали на суше, а потом решили перебраться в воду. Интересный факт о крокодилах – они глотают камни, чтобы пища легче переваривалась, а еще для того, чтобы опускаться на глубину. А вы знали, что крокодилы плачут, когда едят? Но это не от жалости, как можно было бы подумать. На самом деле у крокодилов в организме переизбыток соли, которую нужно выводить. А специальные железы как раз находятся возле глаз. Крокодилы в среднем живут до 50 лет, но бывает, что доживают и до 100. В их крови вырабатывается особый антибиотик, который помогает им не заболеть. Если вдруг вас посетила мысль, а не приручить ли мне крокодила, забудьте. Этих животных невозможно дрессировать. Они считаются одними из самых опасных. У крокодилов самый мощный укус среди всех животных на Земле. Черепахи Более 220 миллионов лет назад на Земле появились черепахи. От вымерших предков современные черепахи отличаются отсутствием зубов и умением прятать голову. Черепахи – известные долгожители, они живут до 100 лет. Эти животные отлично слышат и видят. У них прекрасно развито обоняние. Самое потрясающее, что они могут запоминать лица людей. Еще один необычный факт – там, где самка черепахи отложила яйца, при низкой температуре вылупятся самцы, а при высокой – самки. Готерия Эта рептилия живет на Земле более 220 миллионов лет. Готерию сегодня можно встретить в Новой Зеландии. Внешне готерия напоминает игуану, но это отдельный отряд – клювоголовые. На затылке у них расположен третий глаз – теменной. Именно этот орган помогает животным определять время суток и ориентироваться в пространстве. В среднем готерии живут до 60 лет, но отдельные особи могут жить и до 100 лет. Готерии подлежат охране. Это вызвано заселением людьми Новой Зеландии и потерей мест своего привычного обитания. Пауки Уже более 160 миллионов лет плетут свою паутину на Земле пауки. Древнейшая в мире паутина возрастом более 100 миллионов лет была обнаружена в янтаре. Паутина удивительно прочное волокно, которое так и не получилось создать ни в одной лаборатории. Только представьте, пауки, отправленные в космос, плели трехмерную паутину. Пауки не имеют костей, а их мягкие ткани покрыты прочным экзоскелетом. Некоторые виды пауков живут до 30 лет. Самый крупный паук известной науки имеет длину 30 сантиметров, а самый мелкий – полмиллиметра. Благодаря тому, что самка паука откладывает за один раз более тысячи яиц, пауки смогли дожить до наших дней. Муравьи Еще одни существа, которые живут на нашей планете более 130 миллионов лет и практически не изменились – это муравьи. Это очень сильные и умные насекомые, имеющие высокую самоорганизацию. Они живут в своей отдельной цивилизации, где во всем царит полный порядок и имеются четкие правила. Муравьи подразделяются на касты, каждый выполняет свою работу. Муравьи даже обучают собратьев, как добывать еду. Они отлично адаптируются к любым условиям, поэтому их популяция самая большая на планете. Настолько большая, что на каждого человека на планете припадает около миллиона муравьев, только представьте. Муравьи – долгожители среди насекомых. Матки муравьев живут до 20 лет. Утконосы Более 110 миллионов лет живут утконосы на планете Земля. А ученые считают, что сначала они обитали на территории Южной Америки, а затем смогли добраться и до Австралии, где стали ее символом. Европа впервые увидела шкуру утконоса в 18 веке. Все приняли ее за подделку. Утконосы – необычные животные, которые отлично плавают. Они легко ныряют за добычей на самое дно. А вы знали, что около 10 часов каждый день утконосы находятся под водой? Сегодня утконосы занесены в Красную книгу. Ведь их осталось совсем мало. В неволе утконосы не размножаются. Ехидна Ехидна, как и утконос, появилась на планете более 110 миллионов лет. Она немного похожа на ежа, а при любой опасности прячется в Землю, оставляя свои иголки торчать снаружи. Это животное лишено потовых желез. Поэтому летом в самую жару они ведут малоподвижный образ жизни. А зимой могут впасть в спячку, регулируя свой теплообмен. В среднем в естественной среде ехидны живут до 16 лет. А в зоопарке известны случаи, когда это животное прожило 45 лет. Щитни Эти существа появились на планете в эру динозавров. Щитни живут практически везде, кроме Антарктиды. Эти животные сегодня выглядят практически так же, как и миллионы лет назад, только стали меньше в размерах. Впервые они были открыты в 1801 году. Щитни – это ракообразные, на спине у которых находятся щитки. В среднем длина их тела составляет до 12 сантиметров. Щитни живут во временных канавах и лужах с пресной водой. Пищей им служит почти все, что меньше их по размеру. Эти существа любят плавать вверх тормашками. Почему именно так, ученые так и не выяснили. Это особенно странно, ведь плавая таким образом, они становятся легкой добычей для птиц. Сегодня во многих странах количество этих существ резко сократилось из-за человеческой деятельности. Как видите, с нами по соседству проживают животные, которые жили рядом с динозаврами. Любая необдуманная деятельность человека может в любой момент привести к вымиранию одного из этих животных. И лишь в наших руках сохранить этих существ для следующих поколений. Какое животное впечатлило вас больше всего? Эти удивительные существа, жившие миллионы лет назад, до сих пор вызывают восторг и ужас одновременно. Именно поэтому снято так много фантастических и научных фильмов об этих животных. Одни из них были травоядными, другие же опасными хищниками. Тяжело представить, что когда-то динозавры господствовали на нашей планете. И даже подумать не могли, что их может не стать в один момент. Современные потомки древних жителей соседствуют с нами на планете. А быть может, что где-то в глубинах озер и океанов до сих пор обитают динозавры, стараясь не попадаться людям на глаза. Одним из таких существ может быть лохнесское чудовище. Давайте разбираться, какие же динозавры были самые опасные. Поехали! Тираннозавр. Именно этот динозавр приходит на ум большинству людей, когда спрашиваешь их о самом опасном динозавре. Тираннозавр – легенда среди динозавров. Он ходил на задних лапах, а передние лапы были короткие. Тираннозавр имел большую голову и длинный хвост. Самый крупный из собранных скелетов этого зверя в длину составил 12,3 метра, а в высоту – 4 метра. Весил такой монстр практически 7 тонн. Если сравнивать силу укуса тираннозавра со львом, то челюсти первого смыкались в 15 раз сильнее. Эти данные позволяют сделать вывод, что тирекс был высшим хищником позднего мелового периода. Он был на вершине эволюции хищников. А другая версия звучит так, что этот динозавр был падальщиком из-за того, что не всегда мог удачно охотиться. Хотя приверженцев в такой версии среди ученых меньшинство. Птеранодон. Как и рамфоринхи и птеродактили, рацион птеродона состоял в основном из рыбы. Но, живя по соседству с людьми, этот хищник представлял бы немалую угрозу. Он мог бы совершенно случайно убить человека, если бы заприметил у него что-то вкусненькое. Размах крыльев птеранодона составлял 15 метров. Только представьте его летящего над головой. Спинозавр. Спинозавры жили на Земле около 100 миллионов лет назад, в меловой период. Этот огромный хищник имел длинные отростки на спине длиной до 2 метров, которые нужны были ему для привлечения партнеров, либо для терморегуляции. Скелеты этих хищников были найдены на территории Северной Африки. Но до сих пор не так много информации есть про спинозавров. Ученые так и не пришли к выводу, какого же размера был самый крупный представитель этого вида. Благодаря небольшим найденным останкам, можно предположить, что длина этого зверя была около 18 метров, а вес взрослого динозавра был около 10 тонн. Он имел узкую вытянутую морду, а передвигался, скорее всего, на двух лапах. Многие могут подумать, что спинозавры весьма схожи с тираннозавром, но это совсем не так. Образ жизни этих монстров сильно отличался. По строению костей спинозавра можно предположить, что он внешне был похож на крокодила. Скорее всего, он питался рыбой и вел полуводный образ жизни. Спинозавр и тирекс жили в разное время, но если бы этим хищникам довелось бы соперничать, то победу бы одержал спинозавр. Да и на них. Эволюционеры-динозавры становились не всегда крупнее. Некоторые становились умнее, другие более скоростными. Третьи получили огромные когти. Как раз у дейнаниха такой коготь находился на втором пальце задних лап. Но до сих пор не до конца ясно использовал ли динозавр этот коготь для охоты. Есть версия, что такой коготь помогал хищнику забираться на деревья, чтобы оттуда нападать на жертву. Этот хищник не отличался столь внушительными размерами, как предыдущая. Его длина составляла 3-3,5 метра, а вес около 70 килограммов. Он развивал скорость до 40 километров в час. Этот ящер был теплокровным и имел перья, как у птицы. А передние конечности очень напоминали крылья. Этот нелетающий хищник был предком современных птиц. Майюнгозавр Мало кто слышал об этом динозавре. Это был небольшой коренастый хищник с маленькими передними лапами. Его короткий череп с легкостью позволял майнгюнозавру хватать жертву и сильно трясти ее. Хищник без проблем мог долгое время удерживать жертву и, быть может, победил бы даже тирекса. Трицератопс Удивительно, что этот травоядный динозавр попал в наш список. Но Трицератопс имел внушительные размеры и мог за себя постоять. Он достигал до 9 метров в длину при весе около 8-12 тонн. Судя по размерам, он был крупнее тирекса, который не представлял для него серьезной угрозы. На морде Трицератопса было три крупных рога, которые помогали ему в борьбе с хищниками. Раны от ударов этими рогами были весьма серьезными, поэтому немногие рисковали связываться с Трицератопсом. Гигантозавр Как и все тераподы, этот ящер передвигался на двух лапах. Жил гигантозавр в последний меловой период и был самым крупным хищником того времени. Его длина была около 13 метров. Своими размерами внешний гигантозавр не особо отличался от тираннозавра, но весил на пару тонн больше. Но вот мозг Тирекса был больше, и он имел бинокулярное зрение, в отличие от гигантозавра. Тем не менее, гигантозавр был весьма опасным хищником, ведь мог разгоняться до 32 километров в час. Ученые полагают, что эти хищники могли охотиться небольшими группами по 2-3 динозавра, что помогало им поймать жертву больших размеров. Ютораптор Этот весьма интеллектуальный вид динозавра немного напоминает дейнониха. Его длина около 7 метров. Это был самый быстрый и сильный хищник, который жил на территории Северной Америки около 130 миллионов лет назад. Ютораптор имел два крупных когтя на задних лапах, а его тело было покрыто перьями. Так до конца и непонятно, использовал ли хищник их для нападения или для того, чтобы легко было карабкаться по деревьям. Эти хищники были очень опасны, охотились стаями. Именно поэтому они могли легко справиться с очень крупным соперником. Многие ученые полагают, что Ютораптор был высшим хищником раннего мелового периода. Сарказух Этот монстр уж очень похож на современного крокодила, поэтому проще было дать ему название «Огромный крокодил». Этот гигант весил около 6 тонн, а его длина составляла 12 метров. Он был как минимум в два раза больше современного крокодила и наверняка бы слопал чебурашку. Иритатор Жил этот хищник около 110 миллионов лет назад на территории Бразилии. Вырастал иритатор 7-8 метров в длину, а в высоту до 2,5 метров. Этот не очень крупный хищник был далеко не безобидным. Его челюсти напоминали челюсти крокодила, что помогало ему легко охотиться на рыбу или на мелких травоядных. Он передвигался на задних лапах довольно быстро и проворно, что помогало ему легко добывать пищу. Мапузавр Этот гигант мелового периода весил около 3 тонн, а его длина достигала 12 метров. Мапузавр легко расправлялся с жертвой благодаря мощным конечностям и зубам в форме пилы. Эти хищники охотились в стае, поэтому их жертвами могли становиться даже аргентинозавры, весившие 100 тонн. Мапузавр имел развитые и более длинные передние лапы, чем у тираннозавра. Велоцираптор Эти совсем небольшие хищники были весьма агрессивными и злобными. Велоцираптор вырастал всего 60 сантиметров в высоту и до двух метров в длину. Охотились хищники стаей. Они нападали на небольших травоядных, разрывая артерии на их шее. Велоцираптор имел большой изогнутый коготь на задних лапах. Их часто можно встретить в фильмах о динозаврах. Кархародонтозавр Этот хищник достигал в длину 12 метров и весил около 4 тонн. Охотился кархародонтозавр в одиночку. Имел огромную голову, мощный хвост, крупные задние конечности, а передние были совсем короткие. Плеозавр Самый популярный вид плеозавра – леоплевродон. Эти самые крупные подводные хищники вырастали до 20 метров в длину. Длина их зубов была около 40 сантиметров. Страшно представить встречу с ним. В Мексике нашли 18-метровый скелет этого зверя, но, как оказалось, ему были нанесены серьезные повреждения другим плеозаврам, длина которого была более 25 метров. Страшный зверь. Альбертозавр Хоть название этого динозавра не на слуху, его останков сохранилось намного больше, чем останков тираннозавра. Взрослый альбертозавр вырастал до 9 метров и весил около 2 тонн. Этот монстр считается одним из самых кровожадных хищников позднего мелового периода. Его небольшие размеры помогали оставаться ловким, быстрым и проворным. Благодаря короткой морде укус альбертозавра был в разы мощнее, чем у того же тирекса. Аллазавр Аллазавры жили в позднем юрском периоде и были одним из самых крупных хищников того времени. Этот динозавр был примерно одного роста с тирексом, но весил всего около 2 тонн. Все это позволяло аллазавру развивать большую скорость для охоты. Он мог выбрать жертву, размеры которой превышали его собственный размер. Ученые предполагают, что аллазавры были самыми страшными хищниками в эпоху мезозоя, которые жили на территорию Северной Америки. Дилофазавр Этот хищник имел два ярких гребня на голове и очень острые зубы. Взрослая особь весила около 400 килограммов, а длина составляла 7 метров. Передвигались дилофазавры на задних лапах, но и передние лапы были сильные, с помощью которых они наносили смертельные удары своим жертвам. Интересная особенность дилофазавров заключалась в способности приседать, чтобы отдохнуть, как это делают современные птицы. Карнотавр Этот хищник имел некоторое сходство с быком, ведь на его голове имелись два рога. Благодаря мощным задним конечностям, карнотавр был самым быстрым хищником в своей весовой категории. Его передние лапы были очень короткие. Ученые считают, что рога были защитным элементом, хотя его череп не отличался особой крепостью. Карнотавр, охотясь, мог наносить жертве точные медленные удары. Этот восьмиметровый монстр имел мелкие и очень острые зубы, которые резали добычу. В то же время он мог глотать огромные куски мяса или даже небольшую добычу целиком. Цератозавр Цератозавр вырастал до 7-8 метров в длину и имел необычный рог на носовых костях. А над глазами находились два твердых выступа. Вдоль всего хребта этот хищник имел окостенелые выступы. Главной добычей цератозавра были водные животные, но он охотился и на животных, живущих на земле. Этот хищник обладал весьма крупным черепом, хотя и не самым крепким. Его большие челюсти с огромными зубами не давали жертве ни единого шанса на спасение. Цератозавра часто можно встретить в фильмах о динозаврах. Терезинозавр Этот динозавр жил в меловой период. Его внешний вид не удалось восстановить до конца из-за отсутствия всех когтей. Терезинозавр весил около 6 тонн, вырастал в длину до 12 метров и имел очень необычный внешний вид. На задних лапах у него было по 4 опорных когтя, а передние лапы были весьма крупных размеров, до 3 метров, с большими когтями около метра в длину. До конца неизвестно, чем именно питались эти динозавры, но, скорее всего, они были травоядными. Зачем тогда им такие длинные лапы с огромными когтями? Скорее всего, для защиты от хищников. Терезинозавр даже внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый странный динозавр. А какой из этих динозавров вам понравился больше всех? Змеи. Эти интересные рептилии вызывают огромную бурю эмоций у каждого из нас. Некоторые люди в восторге от их грации пластики, другие смотрят на них с отвращением и опаской. Это не мудрено, ведь во многих художественных фильмах и приключенческих историях именно змеи зачастую представляют опасность для путешественников. Это может быть неимоверно ядовитый коралловый аспид или королевская кобра, а также удивительно сильный питон или анаконда, которая сегодня является самой большой змеей, проживающей на Земле. В фильме «Анаконда» команда путешественников, совершающих вояж по сельве Амазонки, сталкивается с этим проворным и хитрым хищником, который заставляет их неистово бороться за свою жизнь. Сегодня именно анаконда является самой крупной змеей на планете, а девятиметровое туловище выглядит поистине исполинским. Но все познается в сравнении, и самая большая ныне змея была далеко не на вершине пищевой цепочки. Некогда вся планета принадлежала огромным рептилиям, которые населяли практически каждый уголок Земли. Речь идет о динозаврах, которые безраздельно властвовали на суше миллионы лет назад. Это знаменитый аллозавр, тираннозавр и другие массивные и агрессивные хищники, способные одним только видом привести в оцепенение и внушать настоящий страх. Доподлинно неизвестно, что стало причиной гибели огромного сегмента динозавров. Метеорит, ледниковый период или глобальное потепление. Но ясно одно – сегодняшние потомки этих животных являются бледными копиями своих прообразов. Аналогичная ситуация касается и рептилий, или пресмыкающихся. Даже самая внушительная анаконда или королевский питон выглядели бы небольшими ужами на фоне одного из гигантов палеоцена – титанбоа. Титанбоа – вымершая сегодня змея, которая жила в эпоху палеоцена от 66 до 56 миллионов лет назад. Считается крупнейшим известным представителем подотряда змеи. Около 58 миллионов лет назад чудовищная по размерам змея выползла из болотистых джунглей Южной Америки и начала наводить здесь порядки, охотясь на различных небольших динозавров. При весе более тонны и размером 15 метров приблизительно 50 футов, гигантская рептилия могла проглотить целого крокодила, не потратив серьезных усилий. И самое интересное то, что до недавнего времени ученые не предполагали ее существование. Сдвиг в этой области случился в 2002 году, когда ученые-палеонтологи обнаружили древние окаменелые остатки в шахте Сарэджон в Колумбии. В одном из пластов сохранились отложения тропического леса палеоценовой эпохи. Возможно, это был один из первых тропических лесов на всей планете. Помимо окаменелых листьев и растений, они обнаружили таких огромных рептилий, что невозможно было даже представить. Такая находка привлекла немало внимания, и лучшие умы в этой области занялись более пристальным анализом. Дальнейшие раскопки привели к тому, что было обнаружено множество останков, предположительно принадлежавших нескольким десяткам особей. Большинство из них после проверки оказались взрослыми змеями, но были и небольшие молодые экземпляры. Ученые продолжали составлять портрет змеи и пришли к нескольким удивительным выводам. Это была действительно сложная задача, ведь черепа змей имеют иную структуру в сравнении с человеческими, и их гораздо сложнее найти неповрежденными. Когда животное умирает, соединительная ткань разлагается, и все отдельные кости обычно рассредоточиваются. Они тоже очень тонкие и хрупкие, и часто разрушаются. Поскольку Титанобоа такой большой, это одна из немногих змей, которые действительно попали в летопись окаменелостей. Но палеонтологам повезло, и они смогли найти большое количество останков. Благодаря этому они смогли лучше понять, как жил и выглядел Титанобоа. Реплика в натуральную величину теперь выставлена в Смитсоновском музее естественной истории в Вашингтоне, а в 2013 году состоялся общенациональный тур. Анализ окаменелостей, датируемых 58 и 60 миллионами лет назад, показал интересные результаты. Исходя из экстраполяции размеров тела, сделанных из выкопанных позвонков, отдельных участков позвоночника, палеонтологи подсчитали, что длина тела среднего взрослого Титанобоа составляла примерно 13-15 метров, а средний вес – около 1150-1300 килограммов. Для сравнения, это вдвое длиннее самой длинной змеи, живущей сегодня, и в четыре раза тяжелее гигантской анаконды. Это определенно змея, с которой вам не хотелось бы встречаться. Титанобоа наиболее близок по структуре и поведению к современным анакондам или удавам, но до сих пор не ясно, кто именно из нынешних рептилий приходится ему ближайшим родственникам. Предполагается, что у Титанобоа могло быть более 250 позвонков. По крайней мере, один почти полный экземпляр с черепом был восстановлен. Присутствие такого большого количества особей, таких же гигантских размеров, показывает, что 13-метровая длина, вероятно, была нормой для взрослых особей этого вида. Для сравнения, взрослые анаконды в среднем составляют около 6,5 метров в длину, тогда как рекордные анаконды имеют длину около 9 метров. При этом никогда не было найдено ни одной живой змеи с подтвержденной длиной более 9,6 метра. Титанобоа определенно является настоящим титаном на фоне современных рептилий. Почему эта доисторическая змея стала такой большой? Что ж, в том-то и дело, что территория, в которой он жил, способствовала его росту. В то время в Колумбии и Перу, той части Южной Америки, где жила и охотилась эта змея, было очень жарко и влажно. Фактически температура всегда была бы на высоком уровне, что позволяло хладнокровным быть активными и чувствовать себя комфортно. Это действительно полезно для рептилий, таких как титанобоа. Статистика показывает, что размеры хладнокровных всегда увеличиваются в районах с высокой температурой и высокой влажностью. Считается, что огромный размер змеи также тесно связан с климатом палеоцена. У змей, как и у других пойкилотермных хладнокровных животных, скорость метаболизма зависит от температуры окружающей среды. Чтобы поддерживать нормальный рост, змеи должны иметь необходимое количество тепла. Рептилиям потребуется исключительно теплая среда, чтобы вырасти до размеров титанобоа, такая, как та, которая характерна для эпохи палеоцена. Титанобоа, вероятно, большую часть времени проводил в воде. Осадочная структура горных пород региона и сохранение водолюбивых организмов в виде окаменелостей в пластах указывают на то, что регион был заболочен. Точно так же современные анаконды проводят большую часть времени в воде или около воды, где они прячутся среди растительности на мелководье и устраивают засады на добычу. Весьма вероятно, что у титанобоа были похожие привычки, потому что большие размеры животного сделали бы жизнь на суше затруднительной или невозможной. Один из самых интересных фактов о титанобоа заключается в том, что хотя он немного напоминал современную анаконду, он, скорее всего, не охотился так, как она. Современные анаконды охотятся, обиваясь вокруг своей добычи и сдавливая ее до смерти. Титанобоа, вероятно, этого не делал. Скорее всего, он подкрадывался к своей добыче и одним быстрым ударом кусал ее в жизненно важные точки. Это обездвиживало и пугало жертву, и только потом титанобоа опутывал свою будущую пищу и неторопливо поглощал ее. Конечно, он также, как и удав, был способен при необходимости сжимать добычу, хотя это был не первый вариант охоты. Титанобоа, скорее всего, делал ставку на резкость и быструю атаку. Еще один интересный факт об этой рептилии заключается в том, что это было плотоядное животное, которое охотилось на самых разных жертв. Титанобоа был поистине всеядным, и его добычей становились самые разные жители планеты. Он мог есть множество мелких рептилий и птиц и даже охотиться на крокодилов. Определенно, эта змея могла противостоять крокодилам, которые сегодня в обилии водятся в землях Амазонки, и делать их своей закуской. Интересные факты о титанобоа. Несколько простых фактов, которые позволят вам удивиться этими колоссами от мира рептилий. Титанобоа – самая большая змея в мире, среди всех существующих ныне и ранее. Его длина составляет примерно 13 метров, а вес – 1150 килограммов. Рептилия существовала в эпоху палеоцена около 60 миллионов лет назад и не дожила до наших дней. Первые окаменелости были найдены в 2009 году в угольной шахте в Ла Гуариро в Колумбии. Ел титанобоа относительно редко, но за один присест он смог бы проглотить настоящего крокодила. Вполне возможно, что они также составляли часть их рациона, наравне с небольшими рептилиями и даже птицами. После приема пищи и поедания такого крокодила титанобоа мог бы вполне нормально обходиться без еды вплоть до года. Основной ареал обитания этих гигантских змей – это теплый регион формации Серихон, что в Колумбии в Южной Америке. Титанобоа – это составное название, обозначающее титановый удав. Согласно выводам ученых, именно удавы и анаконды являются ближайшими современными родственниками этой колоссальной рептилии. Интересно то, что после исчезновения динозавров это животное – титанобоа – было самым крупным хищником на поверхности планеты в течение как минимум 10 миллионов лет. Впрочем, период царствования на вершине пищевой цепочки также подошел к концу, и змеи были вынуждены покинуть этот пьедестал. Сегодня они сохранились только в виде пещерных окаменелостей или музейных экспонатов. Но это еще не финал. И некоторые ученые пришли к ошеломительным выводам. Суть в том, что титанобоа, как и многие другие животные эпохи палеоцена, любил теплый и влажный климат. Об этом также говорят и окаменелости, извлекаемые в Колумбии. Это навело ученых на мысль о том, что тропические растения и экосистема в целом способны справляться с высокими температурами и высокими уровнями СО2, который является еще одной серьезной проблемой в связи с нынешней тенденцией глобального потепления. То есть климат планеты Земля может постепенно, спустя миллионы лет, снова вернуться к климату палеоцена, так благоволящему развитию гигантских рептилий. Возможно, растения и животные тропиков сегодня уже обладают генетической способностью справляться с глобальным потеплением. И в этом случае существует не нулевая вероятность, что такие змеи, как титанобоа, смогут снова вернуться к жизни и снова взобраться на вершину пищевой цепочки. Впрочем, говорить однозначно нельзя, ведь эти догадки остаются лишь на уровне отдаленных теорий. Пока же титанобоа – это поистине колоссальный хищник, который может поразить воображение и заставить удивиться. Что было бы, если бы динозавры выжили? Общепринятая версия вымирания динозавров связана с падением огромного астероида Чиксулуп более 65 миллионов лет назад. Многие виды животных погибли, но некоторые смогли уцелеть и совсем неплохо себя чувствуют даже в наше время. Ящерицы, змеи, крокодилы, черепахи и птицы соседствуют с нами по сей день весьма успешно. После падения астероида Чиксулуп атмосфера Земли раскалилась настолько, что начала гореть. Из-за этого погибли более 75% всех видов животных, обитающих на Земле. Лишь те животные, вес которых не превышал 25 килограмм, смогли выжить. Некоторые ученые решили представить, что было бы, если бы астероид упал несколько позже или вовсе пролетел по другой траектории, не зацепив нашу планету. Эта громадина могла бы упасть в Атлантический или Тихий океан, который бы задержал часть удара. Катастрофы все равно не удалось бы избежать, тем не менее самые крупные динозавры смогли бы выжить. Эта идея приводит к размышлениям о том, как бы сейчас выглядели динозавры, какие виды бы остались и как бы они изменились спустя миллионы лет. Появились бы тогда вообще на планете млекопитающие и смогли бы сосуществовать рядом с динозаврами. Так динозавры разделились бы на конкретные виды, обитающие только в своей стихии. Появились бы мелкие динозавры, обитающие под землей, как кроты. У других перья бы превратились в шерсть. Еще одни динозавры ушли бы жить под воду, пугая нас и по сей день. Четвертые стали бы весьма необычными и экзотическими животными, которые обитали бы на безлюдных островах. Также существует теория о том, что лохнесское чудовище, мокелембэмбэ и другие мифические чудовища, о которых якобы видели очевидцы, и есть уцелевшие динозавры. Палеонтолог из Великобритании Майк Бентон считает, что и без астероида судьба динозавров была предрешена. Из-за постепенного охлаждения климата эти гиганты все равно бы вымерли. Млекопитающие продолжали быстро развиваться, а количество динозавров сокращалось. Бентон предположил, что динозавры смогли бы дожить до конца мелового периода. Другие ученые считают, что динозавры отлично адаптировались к изменяющимся условиям и смогли бы существовать еще долгие миллионы лет. Так, учитывая развитие эволюции, многие динозавры пытались быть цветковыми растениями, которые легче переваривать. Таким образом, размеры динозавра существенно бы уменьшились. 34 миллиона лет назад произошло отделение Южной Америки от Антарктиды, что привело к охлаждению Земли и ее осушению. Это способствовало увеличению лугов и, соответственно, появлению большого количества тонконогих быстрых млекопитающих, питающихся травой. Эти млекопитающие могли быть потомками одного из видов динозавров. Выживи бы динозавры, они бы, несомненно, выглядели по-другому. Так, например, у зауроподов шея стала бы короче, а морда шире. Некоторые ученые полагают, что динозавры смогли бы пережить и ледниковые периоды. В этом им могли помочь их толстые шкуры, покрытые перьями или пухом. Также динозавры без проблем смогли бы нарастить шерсть. Благодаря своей особенности приспосабливаться к любым условиям, динозавры смогли бы жить под водой и возвращаться на берег лишь для откладывания яиц. Несмотря на то, что динозавры совсем не рыли норы и жили на земле, со временем они смогли бы стать и подземными жителями, как, например, кроты. Во времена динозавров насчитывалось большое количество разнообразных видов птиц. Млекопитающие тоже давно жили по соседству с динозаврами, но были маленькие по размеру и вели в основном ночной образ жизни, спасаясь от хищников. После исчезновения динозавров они смогли охватить большие ареалы обитания. Другие ученые полагают, что млекопитающие смогли бы эволюционировать и превратиться в некий новый подвид людей рядом с динозаврами. Приматы передвигались по деревьям, а затем смогли бы переместиться на луга и пастбища, превратившись в человекоподобных обезьян. Ведь наши предки смогли существовать рядом с мамонтами и саблезубыми тиграми и даже охотиться на них. Точно так же могло обстоять дело и с динозаврами. Люди постоянно создавали для себя укрытия от хищников, выработав целую стратегию по выживанию. Главное было не попадаться на глаза хищникам и самому превратиться в охотника, чтобы выжить. Интересную теорию о том, что динозавры могли бы развиться до разумных, выдвинул Дейл Рассел в 1982 году. Теория заключалась в том, что Троадон имел очень большой мозг и что именно этот вид мог бы стать динозавром с интеллектом. Такой хищник смог бы решать задачи и выполнять задания на уровне приматов или воронов, но не более. У них даже могли появиться руки, чтобы разжигать костер, делать оружие и воевать. Так что же все-таки было бы, если динозавры выжили и некоторые виды дожили бы до наших дней? Даже если бы динозавры жили и сегодня, их количество, скорее всего, было бы на грани исчезновения. Возможно, люди создавали бы заповедники с максимально приближенными к реальным условиям для жизни динозавров. Такие заповедники находились бы на Аляске или в Австралии, а люди бы устраивали сафари, наблюдая за ними. Самые мелкие виды динозавров смогли бы приспособиться к городским реалиям и жить по соседству с птицами или крысами. Вы только представьте, динозавры, живущие в подвалах домов или лазящие по мусорникам в поисках пищи. Еще один вариант развития событий – динозавры, точно так же, как и мамонты и саблезубые тигры, были бы полностью истреблены людьми. И о них, как и сейчас, мы смогли бы узнавать только из учебников или посещая палеонтологические музеи. Люди в борьбе за выживание не оставили бы ни единого шанса динозаврам. Самым устрашающим вариантом мог бы быть следующий. Разнообразные виды динозавров в огромном количестве живут по соседству с людьми. Эти пятиметровые, вечно голодные хищники только и ждут, чтобы полакомиться человеком. Люди строят убежища, роют огромные рвы, создают оружие против динозавров, пытаются уберечься от хищников. В таком варианте истории человечество вряд ли бы шагнуло далеко в технологическом прогрессе. Не сделало бы столько открытий, не смогло бы осваивать космос и многое другое. Вся энергия и силы уходили бы на борьбу и выживание с опасными животными. Не исключено, что люди бы еще успевали воевать друг с другом, так как запасов воды и пищи на всех не хватало. Также вполне возможно, что в вечных попытках обезопасить себя технологический прогресс мог быть значительно лучше нынешнего. Например, люди смогли бы научиться создавать заслонные города, закрытые энергетическими счетами, дабы противостоять нападкам ящеров. К слову, более 40% американцев уверены, что и люди, и динозавры существовали в одно время. Эволюционировавших рептилий люди смогли бы даже одомашнить и разводить их, как, например, крупный рогатый скот. Динозавров могли бы выращивать ради мяса или использовать в быту для различных работ. Быть может, динозавры даже смогли бы возить людей на себе или их бы впрягали в телеги. Более мелкие виды смогли бы стать домашними любимцами, как кошки или собаки. Хотели бы себе ручного динозаврика. Люди могли бы устраивать охоту на мелких динозавров, которые вредили бы сельскому хозяйству. Так, гончие псы гонялись бы не только за зайцами, лисами и волками, но и за разными представителями динозавров. Не хотите сходить с друзьями на охоту? Привезти трофей в виде динозавра. Но нас с вами могло бы и вовсе не быть, не уступив бы нам место динозавры. Так, палеонтолог Стивен Брюзат полагает, что если бы астероид не погубил динозавров, не была бы запущена цепь событий, которая привела к появлению человекоподобных обезьян, и в дальнейшем человека разумного. Млекопитающие так бы и остались мелкими маргинальными существами, как и 160 миллионов лет назад, которые скрывались от хищников. А вы как думаете, ужились бы мы с динозаврами? Смогли бы мы их приручить? Или земля превратилась бы в постоянное место боя людей с динозаврами? Современная фауна Евразии и Северной Америки это лишь остаток богатой и разнообразной фауны ледникового или четвертичного периода плейстоцена, наиболее известным представителем которой был огромный северный слон – мамонт. Именно поэтому ее часто называют мамонтовой. Истоки мамонтовой фауны уходят в самое начало этого периода. Предполагается, что рассвет этого уникального сообщества животных приходился на вюрмское оледенение примерно 100 тысяч лет тому назад. Так кто же такие мамонты и где они обитали? Давайте разбираться. Мамонты – это вымерший род млекопитающих из семейства слоновых. Наиболее древний вид этих животных появился 5 миллионов лет назад в Африке, а поздние виды мамонтов – колумбийский и императорский – вымерли примерно 11 тысяч лет назад. Реликтовые популяции шестистого мамонта на недоступных для человека островах Арктики были еще 4 тысячи лет назад. Согласно последним генетическим исследованиям, этот шерстистый мамонт появился около 450 тысяч лет назад в Сибири, откуда распространился в Северную Америку. Как объяснил научный сотрудник кафедры зоологии Кембриджского университета доктор Ю Чен Ван, экосистема тогда изменилась, биомасса растительности сократилась и не смогла бы обеспечить пропитание стадом мамонтов. Экспертам удалось доказать, что после последнего ледникового периода ареал обитания мамонтов значительно сократился, однако они выжили в разных регионах Арктики, причем жили намного дольше, чем ранее предполагалось. Так, по последним данным, шерстистые мамонты дожили до Голоцена, современной геологической эпохи четвертичного периода, которая пришла на смену плейстоцену. Американские ученые под руководством Винсента Линча из Университета штата Нью-Йорк в Буффало даже выяснили, какими болезнями страдали последние мамонты и отчего они вымерли 4000 лет назад. В 2017 году другие ученые в генах мамонта, острова Врангеля, выявили потенциально вредные генетические мутации. Учитывая малую численность популяции от 100 до 300 особей, они предположили, что эти мутации и послужили причиной вымирания. Но какую роль выполняли эти могучие животные в древние времена? О значении мамонтов в жизни первобытных людей говорит тот факт, что еще 20-30 тысяч лет назад художники кроманьонской эпохи изображали мамонтов на камне и кости, пользуясь кремниевыми резцами и помазками сахрой, закисью железа и окислами марганца. Находки большого количества костных останков мамонта на верхнепалеотических стоянках Сунгирь и Русаниха во Владимирской области, а также развитая технология обработки мамонтовых бивней у обитателей этих стоянок, свидетельствует о том, что некоторые группы охотников-кроманьонцев могли специализироваться именно на добыче мамонтов. На местонахождении Луговское, окрестности Ханты-Мансиска, Янской стоянке первобытного человека, Костенковской стоянке, были найдены кости мамонтов с застрявшими наконечниками копий, что свидетельствует об охоте людей на мамонтов. Только на русской равнине найдено более 30 стоянок позднепалеотического человека, где были раскопаны многочисленные фрагменты костей шерстистого мамонта. Мамонт представлял для древнего человека огромную гору мяса и жира и был для первобытных людей желанной добычей. Свидетельства охоты людей на шерстистых мамонтов в виде многочисленных рисунков найдены также в пещерах Руфиньяк, Франция, и на многих других стоянках древних людей Старого и Нового Света. Даже в наше время мамонты пользуются своего рода популярностью. Так в фантастическом рассказе Джека Лондона «Осколок третичной эпохи» описывается охота на последнего шерстистого мамонта. А в рассказе «Тургеньева хорь и калиныч» из цикла «Записки охотника». Есть фраза о том, что хорь поднимал свою ногу и показывал сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. Это говорит о том, что знание о мамонтах – это не сегодняшняя новинка. В Госдуму РФ внесен разработанный парламентом Якутии законопроект о признании бивней мамонта не только музейными ценностями, но и ценным подделочным материалом, ведь останки мамонтов каждое лето массово вытаивают из мерзлоты. Несколько лет назад при строительстве аэропорта в Мексике нашли кости десятков мамонтов. Исследователи говорят, что в этом районе обитало не менее 500 мамонтов. Находки последних десятилетий также свидетельствуют о довольно больших популяциях мамонтов в Сибири. Останки мамонта нашел в 2012 году 11-летний ненецкий мальчик Евгений Салиндер в трех километрах от полярной метеостанции «Сопочная корга». Общий вес останков составил около 700 килограммов. Столь крупных находок с хорошо сохранившимися тканями не было с 1901 года. Тогда останки этого мамонта были найдены охотником Эваном Семеном Тарабыкиным на берегу реки Березовки, правого притока реки Колымы, в августе 1900 года. Известие о находке из Якутска было послано в Петербург, и 3 мая 1901 года экспедиция Академии наук выехала в Якутию. Взрослый мамонт-самец возраст 45-50 лет лежал в необычной позе, на брюхе, с вытянутыми вперед и слегка согнутыми конечностями. Давно оттаившая верхняя часть головы и спина были сильно повреждены хищниками. Отсутствовала большая часть хобота. На скелете были обнаружены прижизненные следы перелома таза и плеча. Скорее всего, зверь погиб практически мгновенно, провалившись в глубокую промоину или сорвавшись с обрыва. Во рту сохранились непережеванные остатки травы. Многие растения уже имели семена, поэтому временем гибели мамонта считается конец лета. Еще одна необычная находка детеныша мамонта была сделана в июне 1977 года в верховьях реки Колымы, на территории Магаданской области. Расчищая площадку для промывки золота в долине ручья Киргилях, бульдозерист Логачев обнаружил в одной из мерзлотных линз труп мамонтенка. Судя по особенностям захоронения, истощенный мамонтенок провалился в яму, заполненную водой, и захлебнулся, не сумев оттуда выбраться. Довольно неплохо сохранился и ямальский мамонтенок, найденный в сентябре 1988 года на берегу небольшой речки Арибетияха, падающей в Окскую губу. Исследования прошлого и в частности останков мамонтов натолкнули ученых на одну авантюрную мысль. А что если мамонтов снова заселить на нашу планету? Так международная команда ученых и предпринимателей объявила о создании компании Колоссаль по генетическому возрождению шерстистого мамонта. Вымершими животными планируется в будущем заселить Восточную Сибирь. Об этом сообщает The New York Times. Возрождение мамонтов, по мнению ученых, необходимо для борьбы с глобальным потеплением. В доисторические времена крупные животные утаптывали и уплотняли толстые слои снега, что предотвращало проникновение в почву экстремального холода. Однако сейчас этого не происходит. Компания, получившая от нескольких коммерческих спонсоров первый транш в 15 миллионов долларов на развитие своего проекта, надеется создать гибрид мамонта и азиатского слона, максимально приближенный к настоящему мамонту, с тем, чтобы затем заселить этими великолепными животными просторы Сибири так же, как это удалось в свое время сделать в прериях с американскими бизонами, которых, правда, не пришлось восстанавливать из небытия. Генетики надеются уже через несколько лет получить первые эмбрионы мамонтоподобных слонов, а конечной целью ставится создание целой жизнеспособной популяции гибридных мамонтов. Исчезнувших животных можно вернуть к жизни двумя способами – клонированием и генной инженерией. Первый способ хорошо всем известен на примере овечки Долли, когда ДНК одного животного вводят в оплодотворенную яйцеклетку другого животного донора, а затем эту яйцеклетку подсаживают суррогатные матери. Собственно, этот метод уже был испробован с Букардо, с пиренейским козерогом, который был официально объявлен вымершим в 2000 году. Через три года из замороженной шкуры козерога была извлечена и клонирована ДНК, после чего суррогатная мать коза родила козленка козерога, и это был первый случай воскрешения вымершего вида. Увы, и первый случай повторного вымирания тоже, поскольку козленок прожил всего 7 минут. Несмотря на множество хорошо сохранившихся останков мамонтов, обнаруженных в вечной мерзлоте в Сибири, их ДНК в той или иной мере разрушена в результате длительной заморозки. И хотя ученые уже расшифровали геном мамонта, извлечь полную цепочку ДНК в том виде, какой она была при жизни животного, до сих пор не удавалось. И вот здесь может пригодиться второй метод воскрешения, так называемая технология направленного редактирования геномов CRISPR, которая подразумевает выделение специфических генов мамонта, позволяющих ему выживать в высоких широтах, и включение этих генов в геном ближайшего ныне живущего родственника – азиатского слона. Далее все выглядит практически как в случае клонирования. Модифицированный геном имплантируется в оплодотворенную яйцеклетку слона, которая подсаживается суррогатной матери слонихи, и в теории на свет появится гибрид слона и мамонта. У этого метода тоже есть свои недостатки. К примеру, ученые не настолько хорошо знакомы с биологией слонов, чтобы с точностью подсказать, какие именно гены нужны для выживания в условиях Арктики. К примеру, им понятно, что он должен быть покрыт шерстью, обладать черепом характерной овальной формы и иметь толстый слой подкожного жира, но все остальное по большей части остается загадкой. Остается открытым вопрос, что будет, если мы выпустим мамонта в современную тундру? Ягельникам он сыт не будет, это достаточно очевидно, там почти нет белков, да и биопродуктивность по массе у него мала. Долгие годы мамонтов придется подкармливать травами, потом они вытопчут ягельник до земли и, наконец, начнут прорастать травы. Вот только на севере России после уничтожения ягельника любит прорастать еще один тип растений – деревья. Уже с начала 18 века на Таймыре появился первый лес, а сейчас полуостров осваивается лиственницей и в других местах. Из палеонтологической летописи известно, что всего 4-9 тысяч лет назад тундры в границах современной России практически не было, а тайга выходила к Северному океану. Почему? Потому что люди леса неизбежно выигрывают у трав везде, где условия жизни растений достаточно благоприятны. Трава может доминировать над деревьями только там, где так плохо, что деревьям не выжить. Например, там, где слишком мало воды или слишком холодно. Именно так плохо и было в тундрастепи прошлого. Естественно, что в таких условиях тундра будет сменяться лесом. Но сейчас потепление обещает быть куда более сильным, чем в прошлое межледниковья. Что будет, если мамонт в лесу? Здесь следует напомнить, что крупные травоядные – небольшие любители хвойных деревьев. То есть без вмешательства человека обойтись не получится. А тундра-степь просто станет тайгой, как это уже было 4-9 тысяч лет назад. Как бы там ни было, но сам по себе эксперимент очень важен. Сегодня почти миллиону видов растений и животных на нашей планете грозит исчезновение или уничтожение. И если проекту Колоссаль суждено быть успешным, это, по словам Лэмма, откроет путь к генетическому спасению. Даже если поставленная цель не будет достигнута, по пути будут разработаны сопутствующие технологии по предотвращению вымирания видов, которые можно будет лицензировать или продать потенциальным клиентам. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!